Всем привет! Вы на канале своими руками или do it yourself. Сегодня у нас вторая часть мастер-класса по изготовлению шкатулки-игольницы. И, как мне кажется, наиболее интересная часть мастер-класса, так как мы заканчиваем нашу работу и будем украшать нашу шкатулку-игольницу. Что нам сегодня необходимо? Наша шкатулочка, далее разноцветные полубусины розового и белого цвета, 6 ниточек белых тычинок. И, конечно же, атласные ленты нам нужны будут для изготовления бутонов роз, которыми мы будем тоже украшать наше изделие. Все бутончики делаются по одному принципу, только с разным количеством лепесточков. Самый большой бутончик будет состоять из 5 лепестков. Затем нам нужно будет 3 бутона из 4 лепестков и самый маленький бутончик. Вот так он выглядит из 3 лепестков. Всего нам понадобится 5 бутонов роз. Для их изготовления нам потребуется атласная лента шириной 2,5 см, которую необходимо нарезать на отрезки 7 см. Далее для чашелистика мы будем использовать узкую зеленую ленту, ширина ленты 1,2 см и длина 3,5 см. Из каждой такой полосочки получается вот таких 2 острых листика. На каждую розочку нам нужно 5 таких острых маленьких лепесточков. И для изготовления вот таких листочков для наших роз мы будем использовать ленту тоже темно-зеленого цвета. Ширина ленты 2,5 см. Необходимо нарезать на отрезки длиной 8 см. Из одного отрезка получается 2 листочка. И нам необходимо будет 5 таких листочков. А также нам понадобится зажигалочка, пинцет, иголочка с ниточкой, ножницы и клеевой пистолет. Итак, приступаем к украшению нашей шкатулки. Сначала украсим боковую часть нашей шкатулки. Я хочу сделать это при помощи разноцветных полубусин. На мою шкатулочку потребовалось 8 полубусинок. А цветочки нам нужны для украшения верхней части нашей шкатулки. Это украшение игольницы. Мы будем это делать при помощи бутонов роз. Итак, как сделать такой бутончик? Берем 4 отрезочка ленты, иголочку с ниточкой и начинаем делать лепестки. С тыльной стороны складываем в уголок одну сторону и прошиваем. То же самое делаем с противоположной стороны, прошивая отрезочек до конца. Теперь нам необходимо стянуть. И зафиксировать нить. Лепесточек наш готов. То же самое делаем с остальными тремя отрезочками. И сразу же сделаем наши листики для формирования чашелистика розочки. Поэтому берем узкую ленточку. Просто разрезаем ее наискосок. И теперь при помощи зажигалочки оплавляем аккуратно. Лепесточки для розочки сделали. Для чашелистика тоже. Давайте соберем наш бутончик. Берем первый лепесток. Промазываем у основания. И скручиваем его в трубочку, формируя серединку розочки. Далее подравниваем нижнюю часть. Берем следующий лепесток. Также промазываем у основания. И добавляем к нашей серединке. Наш розовый лепесток. Розовый бутон готов. Теперь добавляем и формируем чашелистик. Итак, наш розовый бутон готов. Еще раз повторяю. Для шкатулочки нам нужно 5 бутонов роз разного цвета. И теперь займемся листочками. Берем наш отрезочек зеленый. Складываем лицевыми сторонами внутрь. Спаяли. И разрезаем наискосок. Делаем две заготовки для наших листиков. Прижимаем среднюю часть пинцетом. И спаиваем. И теперь осталось вывернуть. Листочек готов. Нам необходимо 5 штук. Когда все у нас готово, приступаем к декорированию игольницы. Сначала сделаем букет из роз. И украсим его тычинками и листиками. Берем по 3 ниточки тычинок. И добавляем такой листочек к нашему букетику. С боковой части. И такую же композицию добавляем с противоположной стороны. И у нас осталось 3 листика. Мы их добавим к основанию нашего букета. Край кустика мы как раз приклеиваем к бусинкам. То есть к самому краю. Получается очень аккуратно. И наш букетик имеет законченный вид. Наша шкатулочка с букетом роз готова. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, подписывайтесь на наш канал Своими Руками Лиду Ютю Йорселф. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Желаю всем удачи в творчестве. Адьос. Бай-бай. Всем пока.